Мир вам и Божье благословение! Мы часто слышим с вами, что Церковь – хранительница культурных ценностей мирового значения. Православная Церковь – это особый человеческий организм, состоящий из поколений и поколений творческих людей. Имя Максим Грек в нашей Русской Православной Церкви звучит как стойкое и особое обозначение, как знак качества русского духовного творчества. Максим Грек прожил непростую жизнь в России. Легко в те времена, да и сегодня так бывает, попасть было в опалу, превратиться в человека гонимого. Он все это пережил, но свои знания не скрывал и оставался сыном Церкви, а сегодня это великий святой Русской Православной Церкви, просветитель, который принес в Россию истину, правду, оставил нормы не уничтожаемого особого отражения мира. Его труд – это труд святого, богослова, который понял русскую душу, осознал и ради этого жил, а сейчас живет в своих творениях, как свидетель величия нашего народа. КОМУ МОЛИТСЯ О ПОМОЩИ В УЧЕБЕ Надо просить самого Господа Иисуса Христа. Богоматерь, икона даже есть, добавление ума. Но, как правило, есть наставники, которые близко нам и помощники в этом направлении. Преподобный осец Сергий Игумен Радонежский и все в России чудотворец. Молитесь Николаю Чудотворцу, Феофану Затворнику. Но преподобный Сергий остается одним из национальных наших святых в помощи, обретение знаний и навыков и, конечно же, преодоление трудностей, как внутренних, человеческих, так и естественных. Можно ли скрывать правду, чтобы избежать конфликтов? Это один простой вопрос, но есть понятие молчания золота. Смотря какую правду скрывать. Это по каждому случаю такого явления необходимо советоваться с духовником, чтобы не впасть в грех Иудиного поступка. Если не знаете, молитесь о человеке, чью, вы знаете, неприглядную сторону жизни, чтобы он сам раскаялся и стал на путь покаяния. Но вносить через раскрытие какой-либо правды в семью или в общество, или в коллектив раздоры, распли. Это значит стать на путь истинной лжи и подражания дьяволу. Еще раз повторяю, молчание золота. Мир вам и Божье благословение. Прежде чем сплетничать, разносить всякие слухи, как мы делаем, давайте научимся хорошему молчанию, не осуждая друг друга. Мир вам и Божье благословение.